И еще по теме здравоохранения. Ежегодно в Казахстане 15% пар оказывается бесплодными. Для решения острой проблемы с начала 2021 года по поручению главы государства в Казахстане стартовала программа Ансахансаби. Благодаря проекту у многих семейных пар, имеющих проблемы с бесплодием, появился шанс воспользоваться вспомогательной репродуктивной технологией бесплатно. И сегодня наша съемочная группа встретилась со специалистами, которые разъяснили весь алгоритм прохождения процедуры. В этом году в Мангистау запланировано 267 квот на экстракорпоральное оплодотворение. В 2021 году в области на ЭКО была выдана 261 квота. 259 женщин прошли процедуру и у 156 наступила беременность. В результате 12 женщин стали счастливыми матерями. С начала этого года в рамках проекта Ансахансаби забеременела 41 женщина. На сегодняшний день в области идет ежегодный рост семейных пар, которые не могут иметь детей естественным путем. На сегодняшний день у нас 748 пар официально зарегистрированы по бесплодию. То есть эти пары могут претендовать в рамках программы Ансахансаби на бесплатную процедуру ЭКО через управление здравоохранения. Кто может рассчитывать на ЭКО? Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающейся терапевтической коррекции. Претендовать может на ЭКО как семейная пара, так и те, кто не узаконил отношения. Необходимо быть гражданином Казахстана возрастные ограничения от 18 до 42 лет. Претендент должен иметь нормальные соматические и эндокринные статусы, другие важные параметры. Для получения направления на процедуру ЭКО необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Специалисты организации включат пациентку в электронный регистр диспансерных пациентов с бесплодием и назначат ряд обследований. Вначале идут в ОПОМ, это врачам общей практики. Оттуда они получают направление каждому специалисту. Женщина, которая с бесплодием, приходит к акушер-гинекологу через терапевта. И переносит, например, первый день, переносит все свои анализы, которые она до сегодняшнего дня проходила. Мы их направляем репродуктологу. В нашем городе в двух местах есть репродуктолог. После репродуктологов мы уже начинаем полностью обследование провести. После обследования анализа, включая, пишем выписку, эта выписка у нас отправляется в областное управление здравоохранения на комиссию. Отказать в экстракорпоральном оплодотворении пациентки могут в нескольких случаях при врожденных или приобретенных аномалиях матки, соматических и психосоматических расстройствах, острых воспалительных заболеваниях и онкологии любой локализации. Напомним, что финансирование программы ЭКО в Фонд социально-медицинского страхования ведется с 2018 года. Эффективность проведения ЭКО у нас в Казахстане растет уже с 15% до 42%. Показателем эффективности проведения программы ЭКО является фактор рождения ребенка. Составляет в Казахстане 30%. Этот показатель соответствует европейским показателям. По данным ВОЗ, беременность в результате проведения репродуктивной технологии наступает в 40-60 случаев. Врачи относят бесподие не только к медицинской, но и к социальной проблеме. 15% пар распадается именно из-за того, что не могут иметь детей. И экстракорпоральное плодотворение, возможно, станет их надеждой на приобретение счастливой семьи. Жанна Ермаганбет, Недржан Спандиаров, Новости.